Приветствую вас. Я думаю, что ваш сон, он повествует о том, как вы преодолеваете трудности, как вы разрешаете свои проблемы. По сути дела, это ваша потребность, это ваше желание действовать так, как хочется, действовать так, как нужно, действовать так, как хотите именно вы. Но при этом есть страх, страх, что не получится. Вообще, в вашем сне вот чувствуется, что вы пытаетесь перекинуть ответственность на кого-то то на волну, то на бортики, то на мост, то на ветер, то на стекло, вот, то на высшие силы, которые уже, ну, после сна, после сна были у вас. Вот. Значит, смотрите. Вы пишите. Мне нужно было перебраться на другой берег моря. Берег моря, здесь, это, по сути, как правило, не всегда, но, как правило, это лучшая жизнь. Вот так. Лучшая жизнь. Вот. То есть, вам кажется, что на другом берегу будет лучше, и вам кажется, что там вы будете свободны. И вам кажется, что поскольку там вы будете свободны, то это что-то сложное, что-то недоступное, что-то тяжёлое, что-то, эм, такое, вот, страшное, что-то такое, эм, очень, высокое, недоступное для вас. И поэтому вы по мостику начинаете ползти. Ползти, потому что, с одной стороны, для вас путь к чему-то хорошему очень сложен, по причине того, что вы считаете себя недостойным этого, а с другой стороны, путь к чему-то хорошему для вас всегда, ну, так или иначе, оснащен трудностями. Это именно трудности, препятствия, которые для вас, значит, играют роль, ну, вот, препятствия играют роль, ну, например, демотивирующих. То есть, если я вижу препятствия, то я демотивирован. Я считаю, что препятствий быть не должно. Вот, я считаю, что, я не хочу, я не хочу думать и считать, что препятствия суть. То, что есть в жизни, я не хочу признать, что препятствия имеют место быть. Вот. Я думаю, что вот эта вот часть вашего наведения можно объяснить так. Так. Значит, дальше. Смотрите, вы пишите, что на другой берег моря, да, я подошла к мосту. То есть, вы знаете, чувствуете, что для того, чтобы перейти к лучшему чему-то в своей жизни, нужно для этого вам обязательно идти только по одному пути. То есть, путь, он только один. На самом деле. Другого пути нет. Есть только один путь. И это путь вот такой. Вот. Мост. То есть, здесь можно наблюдать искусственное ограничение возможных вариантов достижения своей цели. Ну, которые могли бы быть у вас. Вот. Значит, мост бетонный, но пеший, не для проезда машин. То есть, бетонный, однозначно, крепкий. То есть, вы считаете, что путь, он единственный, он сам по себе надёжный, но он не для вас. И поэтому все пытается вас с этого пути сбить. Значит, у которого были бортики полметра высоты, от чего я решил ползти, чтобы меня не сдуло куда-то в край. Потому что море было неспокойным, но при всем этом день был солнечный. То есть, опять, значит, давайте по порядку. Ага, у моста были бортики. Ага, бортики, бортики, означает, ну, вроде как защиту, да, то есть, поддержку, поддержку. То есть, вы ждёте, что вас будут поддерживать на вашем пути. Ну, люди, возможно, другие, которые вам дороги, которых вы любите, цените и так далее. Вот. Но они либо не оказывают вам поддержку вообще, либо оказывают совсем не так и не ту, какую бы вы хотели для себя получить. Да, ну, то есть, просто вот поддержка, она другая, она не такая, как вот вам бы, например, хотелось бы. Вот. Значит, дальше идём. Вместо того, чтобы сказать себе, именно себе, что я могу пройти, ну, пройти сама, я могу сама справиться. Вместо того, чтобы вы не делаете, например, с трудностями, которые, ну, ну, вот, имеют место быть. Вы начинаете, значит, ползти. Ползти. То есть, что это значит. Ползти, это означает, что вы, эм, как бы, отвечаете людям на их поддержку. То есть, вот, как они вас поддерживают, так вы, собственно, и реагируете на, ну, на них. То есть, если вам оказывают поддержку небольшую, то вы, соответственно, эм, чувствуете, что недостойны того, чтобы идти по этому пути. Опять-таки. Опять же. Да? И если вам оказывают поддержку вполне себе адекватную, если вдруг кто, то вы чувствуете себя уверенно. Так, значит, море было неспокойным, по сути. Ну, море, то есть фон, фон это всегда то, на чём разворачивается по сути, то есть, ну, фон это может быть неспокойное отношение с вашими близкими и вам, фон это может быть общая ваша успеваемость по жизни, фон это может быть то, что с вами происходит психологически, фон это может быть ваше эмоциональное состояние, да, то есть, например, тревожность, например, там неуверенность, страхи какие-то, вот это в данном случае, как мне думается, это фон, вот. Но при всем этом день был солнечный, история, на мой взгляд, выражает целый ваш оптимизм. Дальше, конец моста, было не видно и берега тоже. Это означает, что дорога, по которой вы идёте, кажется вам нескончаемой и, соответственно, вы боитесь, что вы этот путь не пройдёте. Я начала ползти и ползла долго, начало темнеть немного, когда я доползла до середины моста. темнеть, это означает потерю ориентиров. То есть, начали идти, да, и по мере того, что вы идёте, вы чувствуете, как теряется вот ваша цель. Она становится всё более и более непонятной, она становится всё более и более такой призручной, потому что она не оформлена с точки зрения вашей мотивации, вашего стимула. То есть, чего вы хотите? Вы хотите жить в лучшем мире, да, в лучшей жизни. Вы можете это сделать здесь и сейчас. То есть, никуда идти не нужно. Нет никакого здесь. Но вы считаете, что это есть и вы идёте. Соответственно, кто-то вам, что это там, где это есть. И вы к этому идёте. Вот. Я думаю, что важно это с тем, что кто-то вам когда-то будет хорошо. Ну и вы ориентируйтесь на это. Так. Значит, доползла до середины моста, увиделось, что и без бортиков. Ну, соответственно, да, чем ближе вы идёте, тем больше препятствий на пути. И если препятствий на пути больше, то страх, что вы не дойдёте, что вы не перейдёте, он становится сильнее. То есть, каждое препятствие усиливает ваш страх. Вот. Ага. Препятствие появляется из-за того, что вы боитесь. А боитесь вы потому, что он глубине должен выходить из зоны комфорта своего. Вот. Дальше. Значит. Длиной может метров сто. Пока. Снова. А. И длиной может метров сто. Пока. Пока. А. А. Снова. Бетон. Со стенками. Ну, вот здесь не очень я понял. А. Вот. Имеется в виду метров сто стекло и без, у нас сейчас бортиков, а без бетон и бортики. То есть, это всего рода испытание. Испытание. Испытание и доказательство. Ну, понятно, это ваше желание доказать всем, что вы можете, что вы способны, что вы справитесь. Ваш можно выйти здесь своим родителям что-то. Стало страшно, во сне все обдумала, что не разумно так ползти по мокрому стеклу. Одна волна и меня смоет в океан, никто не узнает где я. Ну, вот ключевой момент. Да, что, значит, факт, оправдание, значит, там к тому, что ничего не делать, не делать. Ну, чтобы ничего не делать, оправдание вы ищите. Вот. И, соответственно, никто не узнает. То есть, это чувство собственной значимости здесь у вас играет достаточно такую серьезную роль, я бы сказал. Чувство собственной значимости здесь прямо у вас развита, ну, достаточно сильно. То есть, есть некоторые, ну, есть сомнения, есть сомнения в том, насколько вы значены для других людей. Ну, опять же, мне так, мне так кажется, мне так показалось. Вот. То есть, вы хотите, чтобы если с вами что-то случилось, да, чтобы кто-то знал где вы, вы боитесь, что никто не узнает и никому вы не будете нужны. А так как я была где я, так как я была совершенно одна и никто не знал, куда я делась. Вот. Ну, это, соответственно, потребность в том, чтобы люди за вас беспокоились начало нехватка внимания, возможно, любви к вам. Дальше. Когда я проснулась, в голове одна идея, что я усомнилась в себе и перестала веровать в высшие силы. Ну, здесь истинно то, что высшие силы верить вы действительно перестали, потому что вы до конца надеялись, что они помогут вам перейти этот самый мозг, но, как говорится, высшие силы помогают тому, кто сам что-то делает. Вот. Тому, кто сам и что-то хочет сделать. Если не делать, то высшие силы не помогут. Вот. С другой стороны, что вы усомнились в себе, это правда, вы себе усомнились, но, опять же, здесь тонкость в том, что вы не впервые уже в себе, ну, сомневаетесь. То есть это происходит не первый раз, и я думаю, что вы себя склонны ругать за то, что сомневаетесь в себе. Я думаю, что вы склонны себя обидживать за то, что вы сомневаетесь, ну, вот, в самой себе. И, соответственно, соответственно, мне представляется здесь верным, чтобы вам подумать, кто или что стимулирует вас сомневаться в самой себе. Что конкретно вы не принимаете в самой себе. Вот. Вот так вот, в принципе, я мог бы интерпретировать ваш сон. Я полагаю, что либо, ну, относительно недавней временной перспективе у вас что-то произошло такое, что, ну, вызвало, вот, подобное переживание. То есть, ну, что-то случилось у вас такое, что, ну, что, вот, может быть, что-то не получилось, может быть, может быть, вы о чем-то мечтаете, и что-то не можете, не можете здесь сделать. Может быть, ещё какая-то история получается. То есть, здесь, конечно, нужно анализировать лучше. Вот. Ну, однозначно, это какая-то неудача. Это какая-то прямо неудача. То, что вот происходит с вами, это неудача какая-то. Ну, просто в жизни, вот, в жизни какая-то неудача. И вы её вот так, значит, ну, вы её так вот воспринимаете, вы её так отреагируете, ну, именно вот, в себе. Как это видится мне, по крайней мере, исходя из того, что вы написали. Вот. О чем рекомендую подумать? Да, о чем рекомендую подумать? Я рекомендую о отношении в своём, значит, к ошибкам, к ошибкам. То есть, ну, как вы воспринимаете ошибки, значит, ну, считаете ли вы, что ошибки делать нельзя? Да. Считаете ли вы, что ошибок быть не должно вообще? Ну, и вот, всё примерно в таком духе. То есть, вот, своё отношение к ошибкам и то, что вы в себе не принимаете. Или принимаете. Вот. Я думаю, думаю, что на этом можно закончить мой ответ. Надеюсь, надеюсь, что вам понравилось. Если, значит, останутся вопросы, то можете задать мне их, я вам отвечу. Отвеч. Вот. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Поехали. 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 Продолжение следует...